Аня, доброе утро. Доброе утро. Привет. Самое интересное, как всегда, происходит за эфиром. Мы тут уже все обсудили, по-моему. Обмыли кости всем. Да, да. Ну, давайте разбираться теперь в эфире. Когда мужчины становятся домохозяйами. Нормально ли это и так далее. Я думаю, что это вообще пошло от того, что, как мне кажется, женщины стали очень активными. Женщины виноваты вообще. Да вот я так и знал. Как бы так помягче сказать. Просто получается так, что в последнее время женщины ведут себя так. Когда им удобно, они слабый полк. Когда им удобно, они сильные. Мужчина по-любому будет неправ. Мужчины бедные, несчастные вынуждены расстраивать. Ну, дело не в этом. Мы же любим сейчас разбирать всякие слова. Что вот невеста, это значит, она не ведает. Ведьма, это женщина, это не плохая женщина. Это женщина, которая была, она ведала, она знала. Невесту отправили к ведьме. Она там ей все рассказывала. Ну, в общем, любим мы разбираться в истории со словами. Тоже замужем. Как бы лингвистика. Слово замужем, да, что я все, я замужем, я за каменной стеной. Он все теперь решает, все разводит, все проблемы, все это теперь на нем все. А я слышал другую историю, что замужем, значит, он первый, а я вторая. То есть все сначала ему, а потом уже мне и всем остальным. И сейчас ты транслируешь такую глобальную мужскую мечту о могуществе, которое дается по праву наличия первичных и вторичных. Да, да, да. Потому право, что я мужчина. Давайте разбираться. Да. Ну, ты правильно сказал, что, наверное, вот этот феномен возник из-за того, что изменилось положение женщины в обществе, а положение женщины в обществе изменилось в связи с возможностью контролировать рождаемость. Правильно? Потому что когда женщины рожали, там, по 10-15 раз, с 20 до 40 лет, крайне сложно было заниматься какой-то иной активностью, кроме, ну, всего вот этого. Не, ну, они умудрялись там каким-то образом, особенно в сельской местности заниматься еще кучей всякой другой работы. Ну, традиционная модель. Традиционная. Ну, мужчина в семье добытчик, да, женщина домохозяйка. Слушай, ну, традиционная модель, но предполагает, что там же живут тетушки, бабушки, несколько семей живут одним двором. И женщина не одна вот в этом хозяйстве, а постоянно есть там какие-то старшие. То есть очень род справляется со всеми задачами. А потом пришла другая история. Началась вот у нас техническая революция, промышленность, и медицина позволила контролировать рождаемость. И, собственно, сейчас у человечества нету такой задачи, как можно больше кладиться и размножаться, поскольку, ну, нам бы сейчас было бы тем, кто есть, хотело бы ресурсов во многих государствах, которые рождаемость, он на государственном уровне существует, если бы мы знаем. И у женщины высвободилось огромное количество времени. А есть такое предположение, не все люди с ним согласны, что женщина имеет те же способности и возможности, интеллектуальные, эмоциональные и часто физические, что и мужчины. А вы еще и джинсы начните носить, да? Да, например. Ну, то есть, строение тела скорее реже позволяет заниматься тяжелой физической работой. Ну, вот, собственно, строение тела мужчины пока не предполагает рождение детей. В остальном функции очень такие размытые сейчас. И поэтому вот эта тема про мужчину-домохозяина, она вызывает невероятное количество эмоций. Я поспрашивала своих подписчиков, своих друзей, кто-то юморит по этому поводу. Ой, а мне предлагали, но, говорит девушка, ну разве же я отдам вот эту вот всю красоту мужчине. Мужчина пишет, а мне бы кто бы предложил, я бы согласился, да никто не предлагает. Но вот по-серьезному, когда заходит речь, то какие-то, в основном, страшные истории рассказывают, что у одной женщины есть муж, который уже 12 лет занимается детьми, сидит дома, она такая бизнес-вумен, но она все равно мечтает о себе. Все равно вот есть какая-то тоска. И самое тяжелое то, что мужчинам, которые берут на себя вот эту вот роль, им приходится сталкиваться с большим количеством негативов в обществе и мужчинам, и их женам. Потому что у нас все равно вот этот такой вот еще не устоявшийся взгляд на мужские и женские роли, то мы в традиционную куда-то сторону смотрим, да, то в какую-то прогрессивность людей колбасит всех. И женщину часто меряют статусом ее мужчины, а статус мужчины меряют некими иными совершенными достижениями. И тут вот очень интересная получается история. Давайте поговорим про статус вообще домашней работы. Насколько она уважаема в обществе? Насколько. Кто бы ей не занимался? Абсолютно. Занимается ли ей женщина, занимается ли ей мужчина. Но вроде как женщине сойдет. Ну, как бы, ну, это твоя женская доля. А если мужчина этим занимается, то это прям, как будто бы прям дно. Унизительно, да. Унизительно. Вот это то самое слово, про которое очень часто, ну, которое употребляют. И вот смотрите, это идет прям такие перепевки из раннего детства. Потому что представьте себе девочку, которая приходит к папе в гараж и говорит, Папа, что тут у тебя, как двигатель устроит, а покажи мне, как будет мама с папой к этому относиться. Вот в подавляющем большинстве случаев скажут, прикольно, да, вот она у нас, ничего себе, какая такая пробивная у нас. Какие-то мужские черты, они даже в девочках априори воспринимаются какие-то такие прям хорошие, вот такие перспективные. Круто. Круто. Что она это знает, это круто. Круто, да. А вот представьте сейчас мальчик, который приходит к папе и говорит, Папа, я такое платье придумал для куклы, там, которое у сестры. Ты можешь купить мне швейную машинку, я буду шить платье. Так, папа скажет, ну-ка, пошли к парам. Да. Что это за такое растет? Или, да, да, да. Или, например, мальчик подходит к папе и говорит, Папа, ты, наверное, расстроенный. Мне тебя так жалко. Наверное, ты сильно-сильно на работе устаешь. Давай я, там, не знаю, тебе чаю налью, принесу. Деду варенье-то свалил. Ну, сразу же, да, будет бомбить очень сильно там у родителей эмоции, потому что, ну, как так вообще, что такое происходит. И вот оттуда идут перепевки, потому что, по сути, вот это чувствительность, это нежность, умение заботиться там у других. Оно же, ну, вот как бы общечеловеческая какая-то черта. Ну, а все остальное, что нет, преимущественно... Ну, у каждого заложено и женское, и мужское начало. Ну, получается, что у женщины мужское начало поддерживается с детства, а у мужчины нет. Да, правильно? Да, отлично зарезюнировал. А то я же готова растекаться долго. Давайте прервемся надолго. Я вспоминал, были случаи среди моих знакомых, и вспомнил, действительно, в 90-е, значит, когда было сложно с работой и так далее, вот, семейная пара одна знакомая, мужчина потерял работу, девушка работала, жена работала в айте-кабаре, танцевала, в общем, она. Я вспоминаю, когда я приходил к ней в гости, как она к нему относилась, то есть, все домашнее, все дела, все на нем было, потому что она там допоздна работала, это понятно, да? И вот, не то, чтобы она не уважала, но вот, все равно было какое-то такое, ну, как-то она, ну, не знаю, вот это вот, я до сих пор не забуду вот это вот, отношение ее к нему. С насохотительного такого свысока, да? Ну, не то, что свысока, ну, вроде как... Или бывает скрытая агрессия такая, потому что она тоже хочет, чтобы, да, чтобы, чтобы был иной совсем статус, и вот это вот как раз то, про что мы говорили, это давление социума определенное. Может, у женщины есть потребность гордиться с тем мужчиной, правильно? В этом же тоже есть. Конечно. А вот, представляешь, как было бы... И что я такая скажу, такая на вечеринке, да, на работе, она домой борщи варит лучше всех. И, прикинь, он такой вот вообще реально заботливый отец, он дал мне возможность заниматься моим бизнесом, и вот на какое-то время отказался от своей карьеры, сейчас вот он один тянет всю семью. Это я к тому, насколько уважаема у нас вообще вот эта работа, которая не имеет отпусков, больничных, она не оплачивается. Тот человек, который занимается домашним хозяйством, он априори зависим, получается. Хорошо, если это какие-то осознанные супруги, которые договариваются изначально о том, как распределяются средства. Что, слушай, вот у нас семья – это некий единый проект, и мы с тобой вот в качестве этой команды должны что сделать? Обеспечить быт, воспитать детей и заработать деньги. И будем делать это максимально эффективно. Ну, у кого есть возможность делать то, то и будет делать, да? Да, да, да. Ну, важно, какой статус. И это тоже уважаемо. И вот самое интересное, те мужчины, которые уважают работу своих женщин в качестве домохозяйки, они вполне себе спокойно относятся и к мужчинам, к домохозяямам. А, они существуют. Да, конечно, безусловно. Это уважают труд женщин, которые не говорят, а ты дома сидишь, ничего не делаешь, подумаешь, у тебя там родной ребенок, чему полы грязные, больше не свален. Поэтому, понимаешь, вот здесь скорее вопрос не про то, нормально ли мужчина домохозяин. С моей точки зрения, это нормально, когда семья выбирает оптимальный путь для своего развития. А вот ненормально унизительное отношение к домашней работе, независимо от того, кто ее осуществляет, мужчина или женщина. И мужчина оказывается в унизительном положении именно потому, что он занимает нишу женщины. Женщина бизнесмен, бизнесвумен, она вызывает другие чувства, с ней пытается конкурировать, соперничать. И ей говорят, да, это на самом деле мужик в юбке. Но, тем не менее, она получает уважение, она получает статус, она получает определенную долю агрессии, но потому, что она как бы занимает, пытается претендовать на мужское. Ее считают достойным соперником. Достойным соперником, да, а мужчину, который занимает вот эту роль, его унижает не потому, что он, вот, мужчина там какой-то плохой, а потому, что он занимается каким-то неким как бы унизительным делом. И вот в этом я вижу большой такой вызов для нашего общества какого-то. Ну, то есть, это то, из-за чего очень больно многим женщинам. Ты правильно сказал про этого парня, к которому там девушка как-то так относилась, снисходительно? Ну, невероятное количество женщин переживают это каждый день. И это привычно, нормально и обычно. А вот эта вот картинка, она нам кажется совершенно такой, ну, уникальной. Я не помню фамилию вот этого парня. Был в 50-х годах прошлого века апроамериканец, который в одном из Южных Штатов подал заявление на поступление в колледж. И его осудили в суде и принудительно направлено на психиатрическое лечение. Потому что, в смысле, как он мог предположить, что он будет учиться в колледже. То есть, вот сейчас это абсолютно нормальное явление. Никто не смотрит на расу, когда человек поступает в вуз. Но в то время настолько были жесткие стандарты по поводу того, что он может делать там апроамериканец, что он может делать, белый человек. Что казалось, что это абсолютно ненормально. И это какие-то психически нездоровые люди, которые на это претендуют. Вот мне какая-то видится здесь аналогия. Что есть какие-то жесткие совершенно стереотипы, что где чье место. И поскольку сейчас все так подвижно, и вот так вот все меняется, поэтому это вызывает такие бурные чувства, потому что может быть оспорено. И не является чем-то природно заданным. Судя по статистике, которую я сейчас отлучила, в Европе-то давно уже это все нормально. Там уже и на законодательном уровне, и на ментальном уровне. У них там много чего нормального, чего нам вообще ненормального. Я понимаю, что там многое нормально, а мы-то ничего не пускаем к себе, потому что это домостроевское, какое-то савдеповское воспитание. Вот эти корни наши с молоком впитанные. Вот мы надолго будем открываться. То есть дело просто в уважении. В уважении, да. Я думаю, что все, что нормально для пары, независимо от того, жена сидит, обеспечивает там хоть домашнее хозяйство, муж сидит, это делает. Если семья функциональна, эффективна, они могут воспитывать детей, зарабатывать деньги, любят друг друга, уважают, то это заслуживает уважения и окружающих. Много есть. А если жена пашет на трех работах, а муж лежит на диване и погоняет сыночка за пивкомком? А это другая уже история. А муж говорит, я думаю, хозяин, чего вы меня не уважаете? Ну, точно так же, как если женщина лежит на диване, попивает пивком, смотрит сериал и говорит, я думаю, хозяйка. Это тоже, это про другое, да, это про вклад. Диван – это уже следующая тема нашей встречи. Да, да. Призываю вас, друзья, относиться с уважением к своим супругам и к окружающим. К тому, чем они занимаются. И любите друг друга. Ой, любите. Это всегда. Аня Лепихина, спасибо большое. Пожалуйста, пожалуйста.